Очистить лес от горючих материалов при помощи огня. В Новосибирской области лесосечные работы завершены более чем на 70%. Сегодня специалисты проводят финальный этап, избавляются от древесного мусора. Как именно, увидел Александр Ширудила. Тот случай, когда огонь в лесу не беда, а благо. Пожароопасный сезон закончен и в новосибирских лесничествах одно за другим появляются вот такие костровища, сжигают порубочные остатки. По сути, это ветки, которые не пошли на деловую древесину или дрова для жителей региона. Избавляются от них каждый сезон, чтобы освободить пространство для новых деревьев и не допустить болезней. Древесина и вот эти кучи – это очаг для распространения вторичных вредителей леса. Чтобы удалить их, не допустить распространения или размножения, расселения, производится именно сжигание. Кроме того, если оставить эти кучи веток в лесу, с наступлением весны они могут стать причиной пожаров. Сжигать остатки – не единственный способ. Некоторые лесопользователи мульчируют их и используют в качестве удобрений, а на болотистых территориях разбрасывают по местности для сохранения экосистемы. Необходимо провести эту работу на площади 21 тысяча гектаров. Это порядка 5000 лесосек. На сегодняшний момент уже почти 4000 лесосек очищено полностью с сожжением порубочных остатков, что составляет порядка 73-74%. Ликвидация порубочных остатков необходима для восстановления и обновления лесов. Рубки позволяют проредить деревья на определенной территории, дав пространство свежим подростам. Мы выбираем в основном ослабленные, больные, ослабленные, ну и частично разреживаем насаждение. То есть полнота высокая, лес тоже друг другу мешает. Поэтому мы частично убираем деревья, чтобы у других остальных был шанс. Рубки у нас где-то 15-20-25%, то есть у нас сплошных рубок нет. Этой осенью пожароопасный сезон в Новосибирской области завершился 16 октября. До полноценного наступления зимы лесопользователи должны закончить все работы по устранению остатков. В противном случае им грозит внушительный штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Александр Ширудила, Евгений Агеев, Новости ОТС.